Теперь я читаю из книги пророка Иеремии, восьмую главу. В то время, говорит Господь, выбросят кости царей Иуды, и кости князей Его, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из гробов их, и раскидают их пред солнцем и луною, и пред всем воинством небесным, которых они любили, и которым служили, и вслед которых ходили, которых искали. И которым поклонялись, не уберут их и не похоронят, они будут навозом на земле. И будут смерть предпочитать жизни все остальные, которые останутся от этого злого племени во всех местах, куда я изгоню их, говорит Господь Саваоф. И скажи им, так говорит Господь, разве упавши не встают? И, совратившись с дороги, не возвращаются? Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся обмана и не хотят обратиться. Я наблюдал и слушал, не говорят они правды, никто не раскаивается в своем нечестии, никто не говорит, что я сделал. Каждый обращается на свой путь, как конь, бросающийся в сражение. И аист под небом знает свои определенные времена, и горлица, и ласточка, и журавль наблюдают времена, когда им прилететь. А народ мой не знает определения Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость книжников и его превращает в ложь. Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? Зато жен их отдам другим, поля их иным владетелям, потому что все они, от малого до большого, предались корыстолюбию. От пророка до священника все действуют лживо. И врачуют рану дочери народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, они нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут они между падшими. Во время посещения их будут повержены, говорит Господь. До конца оберу их, говорит Господь, не останется ни одной виноградины на лозе, не смог вы на смоковнице, и лист опадет, и что я дал им, отойдет от них. Что мы сидим, собирайтесь, пойдем в укрепленные города и там погибнем, ибо Господь Бог наш определил нас на погибель и дает нам пить воду с желчью за то, что мы грешили пред Господом. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. От дана слышен храп коней его, от громкого ржания жеребцов его дрожит вся земля, и придут, и истребят землю, и все, что на ней, город и живущих в нем. Ибо вот я пошлю на вас змеев, василисков, против которых нет заговаривания, и они будут уязвлять вас, говорит Господь. Когда утешусь я в горести моей, сердце мое изныло во мне. Вот я слышу вопль черри народа моего из дальней страны. Разве нет Господа на Сионе? Разве нет царя его на нем? Зачем они подвигли меня на гнев своими идолами, чужеземными, ничтожными? Прошла жатва. Кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении дочери народа моего я сокрушаюсь, хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления дочери народа моего? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...